Год исторической памяти стал юбилейным для Ленинской средней школы Жабенковского района. 15 января ей исполнилось ровно 50 лет. Празднование этого события решено было провести в контексте неразрывной связи времён и поколений. Учащиеся школы, педагоги и почётные гости возложили цветы к памятнику воинам-землякам. В Ленинской средней школе сегодня 274 ученика. Задача педагога в каждом из них – взрастить уважение к своим корням и историческому прошлому. Сегодня проходит на территории Ленинского сельсовета ряд мероприятий. Мы разделили их на несколько таких моментов. Первое – это почтили память воинов, погибшим именно во время Великой Отечественной войны. Данное учебное заведение чем уникальное, чем интересное? Это прежде всего я бы отметил то, что оно находится в самом густонаселённом пункте. Здесь проживает на территории города Ленинский 1850 человек. Второе, чем уникальна сама школа по себе, это то, что 50% штата педагогического коллектива именно учебного заведения составляют выпускники. То есть по штату у нас 41 человек педагогов, 22 именно выпускники составляют. Это тоже дорого стоит, это говорит о том, что на самом деле школа дорогая, она много чего привила такого человеческого и хочется сюда возвращаться и работать. За 50 лет Ленинскую школу окончило свыше 2000 учащихся. Из них 19 золотых медалистов, 29 выпускников с серебряной медалью. Особенно ценно то, что получив знания, опыт, а затем и высшее образование, многие из них вернулись для того, чтобы трудиться на благо Брестского региона. Сегодня с благодарностью вспоминает годы в родной школе начальник главного управления по образованию Брестского облсполкома Юрий Парасмыцкий. Нынешний директор школы Ирина Гурская тоже ее выпускница. Воспоминания, конечно, очень теплые, очень приятные. Ностальгия подтачивает очень много знакомых лиц, одноклассников, тоже работают в школе. И очень приятно, что поселок жив, что сейчас над нашей головой мирное небо наши дети, наши педагоги, наши люди помнят и чтят своих близких, знакомых и незнакомых, павших. И вознаменование этих событий сегодня будет заложена аллея. Наше учреждение является образцовым, лучшим по итогам многих лет. В нашем учреждении учились многие люди, которые сейчас не только прославляют нашу страну, но и вообще мы прививаем всегда чувства патриотизма через уроки, через воспитательные мероприятия. Мы сами любим свою страну и поэтому прививаем эти чувства нашим детям. Как и положено, на юбилей гости пришли с подарками. Прозвучало много теплых слов, были вручены почетные грамоты. Школьники не остались в долгу, они подготовили свои музыкальные подарки. Школа моя, это дорога к родному порогу, школа моя, дальние дали, где мы не бывали, школа моя, чувствовать помощь и знать, что мы рядом, школа моя. Торжественное мероприятие продолжилось посадкой памятной Яблоневой аллеи. Право посадить свое дерево предоставили гостям, руководителям, отличникам учебы и выпускникам. Я это посадил дерево с папой своим, это наше как бы семейное дерево. Посадили не только для себя, но и для школы, в память воинам погибшим. Приятно будет нам вернуться в эту школу и увидеть эти яблони и знать, что посадили их мы. Теперь аллея исторической памяти единства будет расти вместе с учениками школы как символ памяти и продолжения жизни на этой земле. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания Буктовая.